Коллектив Маршанского АТП сегодня насчитывает 80 человек. В результате оптимизации сократились диспетчерская служба, кондукторы, рабочие мойки. Основной костяк – водители. Их 50. Абсолютное большинство – на новых автобусах. Парк обновился почти на 90%. Все городские автобусы у нас переведены на метан. Это, конечно, экология, это экономия, ну и много положительных моментов. Также планируем приобрести в этом году уже подписан договор с лизинговой компанией и три новых автобуса по федеральной программе, работающих на метане. Два по межобластным маршрутам, один будет ездить у нас по городу. Три мы уже приобрели в этом году. Большим прорывом для предприятий стало строительство и ввод в эксплуатацию газовой заправки. За полтора года эксплуатации АГНКС, которую мы построили, у нас на предприятии, можно сказать, дела улучшились. Не было бы заправки, дела были бы очень плохие. Я думаю, кто работает на метане, особо привлеченный у нас, все об этом знают. В этом году планируем построить еще одну АГНКС. Сейчас ищем спонсоров. То есть теперь в Маршанске будет две таких заправки для сведения. В области аналогичной только в Тамбове. Говоря о плюсах, Илья Николотова отметил и стабильность обслуживания городских маршрутов. В первую очередь единички. Несколько лет назад – самого проблемного. У нас было много проблем. Это обслуживание пассажиров вечером. Также, можно сказать, это ко мне претензия, потому что графики не совсем, может быть, соблюдались. В связи с тем, что были автобусы маловместимые. Сейчас у нас практически обслуживают только автобусы большой вместимости. Автобус ходит стабильно, каждые пять минут до 21 часа. Грамоты за добросовестную работу, безаварийность. Среди награжденных и Евгений Дубовец. Участник областного конкурса профессионального мастерства. В тройку лидеров молодой водитель не вошел, но перспектива есть. Ей желание и знание. Я сдавал на права, получается, дважды. Это БЦ категория и Д категория отдельная. И оба раза я сдавал с первого раза, в принципе, без ошибок. Говорили о военно-патриотическом воспитании молодежи, спортивной работе и, конечно, планах производственных. На 2017 год они уже намечены. Что же касается традиции вручения автомобиля лучшему водителю, то на этот раз небольшие изменения. Главный приз вручили коллективу – отделу эксплуатации Маршанского АТП.